Благословен ты, Господь Бог Благословен ты, Господь Бог Иллюстрация этого изречения Все новое, хорошо забытое, старое Знаете, Бог постоянно, каждый год, из года в год напоминает нам о чем-то Он напоминает нам определенные истины Чтобы мы не забывали Чтобы мы учились и не совершали ошибок Которые могли совершать наши, ну, те, кто жил до нас И чтобы мы шли вперед, снаряженные, укрепленные в Господе Недельная глава на этой неделе, она называется Мецура Это 28-й раздел Торы и 5-й раздел книги Ваикра, Левит Имя свое получил по первому значимому слову текста Зот, Тихе, Турат, Хамитсура Это будет законом прокаженного И содержит стихи из 14-й главы 1-й стих По 15-й главу 33-й стих И это продолжение определенных каких-то моментов Это мы помните, ну, это продолжение предыдущей главы Которая рассказывалась о проказе И есть определенные, ну, ты читаешь И, знаете, такое впечатление, мечта кожника Знаете, вот человек, который занимается кожными заболеваниями И ты думаешь, боже, ну, к чему это все эти кожные заболевания Ну, зачем вот эти язвы, вот это все Ну, неужели нельзя было написать что-нибудь интереснее Ну, там, как лучше, как хорошо построить дом Как посадить дерево, как вырастить сына А ты рассказываешь про какие-то язвы Ты обращаешь наше внимание на определенные Какие-то кожные заболевания, мечту дерматолога Ну, давайте мы должны понимать Что из всего мы должны извлекать хорошее И есть вещи, которые учат нас чему-то Показывают определенные принципы Галатин 6-я глава, 7-й, 8-й стих Не обматывайтесь, Бог поругаем не бывает Что посеет человек, то и пожнет Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную И вы скажете, ну, при чем здесь вообще этот стих? Тут вообще в этой главе идет речь О определенных кожных заболеваниях О законах очищения О определенных критических днях у женщин Каких-то неловких положений у мужчин При чем здесь сеющий в плоть пожмет от плоти тление А сеющий в дух пожмет от духа, да, жизнь вечную Ну, при чем здесь это? Но давайте мы исследуем вообще механизм проказы Вообще, как появляется проказа И по одному, вообще по мнению мудрецов Израиля Которые искали Бога, искали мудрости, искали его ведения Они говорят о том, что слово мецура Можно перенести как муцира, вынести плохое И, то есть, рассказать плохо о людях Это связано с нашим языком Это связано с нашим поведением Потому что сеющий в плоть от плоти пожнет Понимаете? Это следственная причина Ну, давайте мы посмотрим Есть причина, а есть следствие, да? И как же связан плохой язык, например, с проказой? Мы можем посмотреть вообще на Писание Я хочу вам сказать, что очень часто мы выставляем Бога за скобки Очень часто в определенных ситуациях мы смотрим с позиции своего понимания Своего опыта, своих каких-то желаний Со своих каких-то, ну, со своей колокольни, как говорят, знаете? Но на самом деле мы должны У нас есть источник, у нас есть Слово Божье И через это Слово мы можем видеть так, как видит Бог И если мы дети Божьи И мы хотим соответствовать тому, что хочет от нас Бог Мы должны, знаете как, играть по Его правилам Мы должны принимать Его Слово Как действие, как применение к своей жизни Итак, мы можем увидеть, что Мирьям и Аарон заболели проказой Это в числах 12 глава 10 стих Когда они начали, помните что? Они пришли к Моисею и сказали Моисея, что ты делаешь? Ты что вообще? Ты кто такой? Они начали злословить Его И Бог, как свидетельство, дал проказу Они вдруг увидели, что они покрылись проказой Они покрылись проказой То есть следствие их, вот этого негативного наезда, скажем, на человека Стало проказа Давайте посмотрим другой момент Слуга пророка Елисея Гиези Который пришел к начальнику сирийскому Нейману, который Бог исцелил тоже от проказы И он соврал Он начал обманывать И как следствие он тоже стал прокаженным То есть мы видим, что проказа, она связана с языком Есть такое еврейское понятие Лошон Ара Злой язык И люди, которые страдают Лошон Ара, они лишены Наследия в будущем мире И вопрос И если мы посмотрим Новый Завет Книги Брит Хадаша Мы увидим вот прямое следствие этой причины Якова 3 глава 8-10 стих А язык укротить никто из людей не может Это неудержимое зло Он исполнен смертоносного яда Им благословляем Бога и Отца И им проклинаем человеков Сотворенных по подобию Божьему Из тех же уст исходит благословление и проклятие И он делает резюме Не должно, братья мои, сему так быть Отметьте, что наши слова Наши слова могут привести нас В определенную позицию Когда мы будем сами наказаны Собой Ну, Бог наказывает Бог вынужден Когда мы нарушаем определенные правила Которые Он поставил А мы поступаем по-своему Знаете, есть механизм Есть такой механизм, который называется За все надо платить И если ты поступаешь по-плоцки Награда будет тебе плотская А если по-божьему Ты увидишь Бога в своей жизни Каким образом? Ишуа, помните, что делал на кресте? Очень хороший пример Когда Ишуа висел на кресте Он мог сказать Боже, пусть ангелы придут и поразят это место Как вы думаете, ангелы пришли? Ангелы пришли Но он говорит Боже, прости им Ибо они ведают, что творят Его слова были словами благословения И тот же слуга, который пришел Человеку, которого не он исцелил Которого Бог исцелил И говорит Слушай, там пророк уже передумал Дай мне пару денег Дай немножко денег Дай того, того, того И он хотел, знаете, как бы этим самым Ну, кто видит, кто слышит Обогатиться И что он пожал? И он пожал проблему Он пожал именно проклятие Он пожал вот эту проказу И когда Бог говорит нам о проказе Он говорит о том, что есть причина И есть следствие Что грех, да? Есть в Писании написано, что грех Что он делает? Что похоть, она зачав, рождает грех Правильно? И у нас написано Грех рождает смерть Но в оригинальном тексте идет слово Которое означает, что должно пройти Определенное время То есть между одним действием И завершением есть время Похоть созрев рождает Грех созрев рождает смерть Бог даже в этом случае дает возможность Покаяться, остановиться Очиститься, измениться И так же самое в главе Метцора Мы можем видеть, что Если является проказа Результатом наших неправильных поступков Наших неправильных действий Нарушения Божьих заповедей Нашего языка, этого неукротимого зла Которого и благословляем, и проклинаем У нас всегда остается возможность на покаяние Это очень важно Потому что мы, как люди, эмоциональны Мы, как люди, порою говорим неправильные вещи Мы, как люди, ну, бывает, знаете Наговорим всякого Но Бог дает нам милость Что Он говорит в послании к Якова И так, братья мои возлюбленные Всякий человек, да будет скор на слышание Медленен на слова Медленен на гнев Ибо гнев человек не творит правды Божьей И в этой главе Мацара рассказывается о том Что когда человек видит эту проблему Он должен прийти к священнику Он должен прийти к священнику и сказать Приди, посмотри, вот У меня есть проблема Священник смотрит на эту проблему Исследует ее Испытывает И потом отдает ее в руки Бога И если Бог решает эту проблему Приходит очищение, освящение И человек может вернуться в общество Израиля Это важно Потому что иногда мы сами выходим из общества Божьего А потом удивляемся, что в наших жизнях происходят какие-то неправильные вещи Это не потому, что Бог злой Это потому, что мы в неправильном положении И когда наше правильное Мы возвращаемся в Божье положение Мы начинаем видеть, как Бог производит определенные работы Что-то изменяется И мы должны исследовать себя Мы должны исследовать свои сердца Мы должны исследовать вообще свое поведение Свою жизнь Потому что Если у человека появлялась язва И он скрывал это Результат был простой Его просто выгоняли Если народ увидел эту язву Его могли просто выгнать И человек лишался вот этого места В Божьем народе Вы скажете Это неправильно Это неправильно Но вы знаете Было бы неправильно Если бы Бог не предупреждал нас об этом Было бы неправильно Если бы Бог не говорил бы нам это Было бы Мы пришли и говорим Боже, но мы не знали этого Мы первый раз об этом слышим Но Бог говорит Что всякий человек Он должен быть медленен на гнев Медленен на реакцию На слова И он должен быть Что? Он должен быть скорно слышен Мы должны слышать Господа Мы должны слышать Бога И Бог не такой Какой мы себе его представляем Бог немножко другой Бог не злобный тиран Который ждет наших ошибок Бог не злобный тиран Который ожидает Когда мы споткнемся Чтобы добить нас И сказать А я предупреждал Бог любит нас И давайте мы не будем диагностами Знаете У врачей диагносты Они диагностируют болезни Мы превращаемся порой В диагностов Мы видим проблемы людей И мы указываем на них пальцами И мы засовываем в наши пальцы В раны И говорим Ааа, вот так А вот какой ты Никакой Нехороший Бог хочет Чтобы мы были терапевтами Исцелителями Видя рану Мы начинали молиться Если вы видите Проблему человека Это для того Чтобы вы начинали за это молиться Другие ее не видят Вы ее видите Если видите Какие-то неправильные вещи Начинайте молиться Если вы видите Что наше правительство Делает что-то неправильно Благословляйте и молитесь Но как же я его могу благословлять? Можете Бог сам разберется Вы верите в Бога Или Бога за скобки выставили Это мацура Злой язык Если вы хотите иметь благословение Что? Благословляйте Обетование Авраама И на этом мы будем завершать Обетование Авраама Какое? Вы помните? Благословляющих тебя Я что? А проклинающих прокляну Нет Следите за писанием Злословящих прокляну Даже проклинать не надо Злое слово Уже проклятие И не удивляйтесь Что в нашей жизни Происходят такие разные казусы Начинайте благословлять Как Ешова распятый на кресте Благословлял своих гонителей Написано Блаженны Да? Изгнанные за правду Ибо их царство небесное Блаженны Когда вас будут предавать Потому что делали это со мной Мир не будет нас любить Потому что он возненавидел Ешова Но Бог Возлюбил каждого из нас Поэтому Пусть эта глава Станет для нас Хорошим Таким Возможностью Увидеть что-то в своей жизни Пусть Бог Хранит каждого из вас Пусть милость Божия Пребудет в каждом доме И пусть не будет Этого времени Когда Нам надо будет звать священника Чтобы он Выводил нас за стан Хорошо? Идите сразу к Богу Вставайте на колени Поднимайте свои голоса И написано Что Исповедуйте грехи ваши И что он сделает? Он простит вас Во имя Ишова Амин Каждый год мы говорим О целях Последующего года И этот год Для общин Орхамашиах Бетель Двух общин Которые В сотрудничестве Не являются исключением Для нас Следующий год Это Послание К евреям 11 глава 1 стих Этот стих Все знают Где говорится О надежде Где говорится О вере Я хочу зачитать вам его Вера же есть Осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Ожидание Как долго Когда Это придет Мы не знаем Но мы уверены В том Что это придет И мы говорим О том Что еще невидимое Станет явным Здесь на земле И наши ожидания В нашей вере Они будут Приводить К большим переменам Субтитры сделал DimaTorzok